Здравствуйте, дорогие друзья! Новое утро наступило и новая возможность. И мы с вами отправляемся в новое путешествие. Слово, которое я хочу сегодня вместе с вами рассмотреть, это из 23-го псалма Давида. Это Господня Земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие на ней. Что это значит для нас, что Земля Господня? Можно ли так сказать, что мы имеем аренду на Землю? То есть Господь нам доверил что-то, что Ему принадлежит, и доверил для того, чтобы мы с вами могли проявить себя, как люди, имеющие смысл, имеющие понимание, что у нас есть ответственность за эту Землю. Господня Земля и все, что ее наполняет, все ресурсы. И, может быть, сегодня наша страна особенно может похвалиться ресурсами, которые есть в недрах ее. А на самом деле это еще и еще раз говорит о том, что в нашей стране особенным образом надо будет правителям отчитываться перед Богом за то, куда и каким образом была реализована эта возможность. Господь щедр. Он на самом деле вложил в недра России очень большие запасы. И так важно, чтобы жители этой страны выражали благодарность своему Богу за то, что Он это сделал. И если это делать, то наши ресурсы никогда не закончатся. Мудрость их распределения, она будет всегда перед нашими глазами как возможность видеть, слышать, понимать и чувствовать. И, вы знаете, есть еще одна особенность, которую Господь, как вы понимаете, открывая нам свое сердце, открывая нам свое слово, Он имеет в виду, что никто из нас не может прожить эту жизнь на Земле, которая тем более его, и все дышащее на ней тоже ему принадлежит, не может прожить без его водительства, без его покрова, без его содействия. То есть, другими словами, благоволением. Итак, друзья, когда мы с вами говорим о возможностях Божьих, то есть несколько историй, которые одну из них я вам сейчас расскажу, как люди, жившие на островах, лишились питания, потому как земля, она стала слончатая, ничего не производила, а вода не давала рыбу. То есть, вся рыба ушла из моря. Насколько это было реально, но это так. И люди, которые стали уезжать с этого острова, потому что невозможно было там уже находиться, но часть из них поняли Господня Земля и все, что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней и основало ее на морях и на реках, утвердило ее. И тогда они стали молиться к Богу. Они, не знаю, кто им это подсказал, но, по крайней мере, они это делали, взяли пост, молились 21 день с маленькими детьми, все взрослые люди. И на 21 день у них появилось огромное желание прийти на это море и посмотреть, что там происходит, потому что они почувствовали, что там есть какие-то перемены. И когда они пришли, то на море возник столб огня. Этот огонь распространился по всей поверхности воды. И вскоре они увидели, что вода закипела, как им казалось, что она кипит от этого огня. Через 20 минут такого движения огня над водой огонь исчез, кипение продолжалось. И когда они подошли к этому морю, то они увидели, что оно кипит или пенится от количества рыбы, которая приплыла со всего моря. Это люди, которые увидели, что на их земле стали вырастать урожаи за несколько месяцев. То есть в течение года, но это была южная территория, в течение года несколько раз они собирали урожай. Что это, друзья? Это благоволение Божье, которое приходит в нашу жизнь, когда мы знаем, чья это земля и по чьей земле мы ходим. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, по Твоей милости мы имеем эту землю. По Твоей милости мы имеем эту благодать, которая дает нам силу для благовременной помощи, чтобы мы вовремя могли обратиться к Тебе и поблагодарить Тебя за те ресурсы, которые мы уже имеем в нашей земле, в нашей стране. Это действительно привилегия. Знать Тебя и служить Тебе, поклоняться Тебе и знать Тебя как Бога, творящего все новое. И потому принимаем от Тебя и эти ресурсы, которые у нас есть, с благодарностью. Прости, Господь, когда считали это нормой и насмехались, даже, может быть, над кем-то, но я благословляю сейчас и правительство, и людей России знать, чьими ресурсами мы пользуемся. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok